так друзья всем приветик видео пишется уже не на black vbl 6000 потому что он лежит рендерит видео или обрабатывает шивает не знаю как хочет назвать суть это у нас о по 53 и сегодня я уже выложил постик в котором выдал примеры фото и рассказал голосом насколько прикольно работает баланс белого в данной модели это первый аппарат стоимостью десяточка у которого отлично работает баланс белого еще бы ему четкость при видеозаписи и поменьше мыльности при фото и был бы просто шикарный аппарат ладно суть визуальный аппарат очень похож на нити немало известный скажем так аппарат очень известной компании называть мы ее не будем на этот дизайн уже многие делали копии оба не отличились ничем необычным они тоже сделали то же самое красиво прикольно банка почти 5 ампер соответственно долго играем процессор свеженький хоть и бюджетники в результате неплохо в принципе работает в играх и очень хорошо работает с автономкой то есть у меня он минимум полтора дня держит и это уже неплохо теперь хочу рассказать о нем свое мнение первое меня приколола что у него есть запись звонков при том что у него 10 android сейчас вот запись разговора пожалуйста можно все можно отдельно я делаю все он пишет все записи разговоры качество разговоров очень даже прикольная пишется то есть из системы и то что говорите вы это что вам говорит собеседник то есть тут проблем нет но как я понял работает только в россии в украине говорят этого нет если выбрать локализацию под украину так далее что мне еще приколола то что в шторке изначально уведомления висели их было не удалить однако в настройках нашел пунктик переделать легко удаляются ранее каждый раз после сдвигания нужно было подтверждать что ты хочешь сделать настройки то есть гибкие все хорошо настраивается так в шторке у нас много значков шторка редактируется внизу их еще больше доступны к добавлению думаю кому они заинтересовали на паузе могут их изучить уйди назад яркость от минимума до максимума авто включается и выключается прямо в шторке то есть очень здорово есть супер экономный режим изначально у нас уже стоит экономный режим если мы зайдем в батарее мы увидим что и режим энергосбережения некий уже стоит расход заряда батареи параметры энергосбережения отображение процентов внутри батарейки короче настроек очень много теперь немножечко подробнее по настройкам первый авиарежим открывать бесполезно самый первый это мои данные вход в учетку я не входил поэтому не буду мало ли аппарат кому-то понадобится потом именно в нужной учетке настройка sim-карт цвет как я вижу тоже не наблюдается так что это примочка десятого дроида как я понимаю что здесь производители даже не лезут туда и не добавляют выбор цвета для симки это я тут был вай фай имеет даже собственный помощник и расширенные настройки так bluetooth с наушниками и п 650 от август у меня была как тут написано высококачественная связь optix или aptix кто как произносит так другие беспроводные соединения у нас есть nfc bluetooth модем точка доступа android beam трансляции экрана на умные устройства и так далее уведомления управление уведомлениями есть то есть все круто у каждого приложения можно выбрать показывать от него уведомления или нет так яркость есть режим затемнение на самом деле это черный режим наверное черная тема точно но перевод такой кстати да вот я думал что второй эшелон всяко круче первого и третьего нифига подобного тут перевод тоже местами не супер но найти сложно все что часто люди пользуют все хорошо редко используемые настройки могут быть юморком есть размер экрана так называемая на самом деле это размер отображаем могу но масштабы короче есть размер шрифта а есть и настройка шрифта то есть вы свободно можете перейти на другой шрифт я вот один скачал для прикола у вас реально все поменяется причем за считанные секунды но мне он честно говоря все равно не понравился поэтому я все равно хочу вернуть обычный обычно мне как-то приятнее глазу вывод на экран это что значит я еще не понял что за дисплей фронтальной камеры я не понимаю вот видимо вот они тонкости перевода так что тут еще интересного начальный экран жесты прокручивания господи какого извращения только нет режим главного экрана это сейчас стоит станк секционный это когда есть кнопка меню есть стандартный когда все на рабочем столе как у айфона есть упрощенный когда значков на экране мало вид главного экрана 5 на 6 и 4 на 6 в упрощенном по моему 3 на 5 или как то так автозаполнение это по-русски добавление ярлыков на рабочку при установке из маркета короче всякие жесты добавленные темы можно менять обои стиле значков режим не беспокоить настраиваемый звуки и вибрации кстати звук в реальность стерео даже мелодии вызова хотя что-то не показывает то есть больше ста децибел это точно по прибору если только кто захочет поверьте по ушам басов нет средние и высокие офигенные вместо басов идет такая долбежка в руку то есть вы держите смартфон в руке он вас по руке долбит как будто пытается там не знаю простучать вам сквозь ваши кости в басами ну в общем басов все равно нет есть технология real sound слышь есть средства аудиозаписи я так понимает микрофон наверное переключается наушники или не наушники есть контроль наушников жесть так это стоп 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 мы тут были отпечатки пальца лица умные сервисы умное вождение удобные инструменты кнопка навигации это на самом деле навигация в управлении экраном боковая смарт-панель тыс и тогда при дергании справа появится панелька из кучи пунктов как так а так что да ну его нафиг короче я ее пару раз видел но она мне не понравилось жесты и движения жесты режима кстати интересно я включил на не проверил точно активация экрана двойным нажатием выключенного экрана наверное есть батарейку но прикольно я видел это раньше только на lg поэтому я себе это включил так конфиденциальность тут вообще тема интересная защита платежей защита файла история местоположения короче примочки гугла поверх других приложений кому можно разрешить работать кому нет разрешение для приложений на что детский режим файловый сейф то есть блокировка паролем другие функции безопасности вообще капец на паузе если почитаете одуреете так что жестка ч капец то есть такое чувство что они пытаются сделать из этого аппарата очень безопасный аппарат местоположение но это типичная для гугла даю перный бабай так безопасность вот так вот вам это сейчас происходит коротенький экскурс через все настройки так батарея цифровое благополучие можно не открывать это общая фишка скачиваемая play market а самим гуглом для вас в наглую а вот это интересней снимок экрана можно пальцами но можно даже выключить штатный вариант можно тремя точками можно смахнуть тремя пальцами так запись экрана можно настраивать откуда будет идти звук можно настраивать разрешение ой зачем-то можно фронтальную камеру использовать вот это вообще мне непонятный пунктик но давайте ради интереса и вот к ним запись экрана погнали упа то есть два экрана сразу вот что это такое вот теперь все понятно спасибо стоп то есть запись экрана тут обалденная получается так область поиска загрузки руководство использования кстати даже инструкция есть включение-выключение по расписанию приложение симок то есть как называется сим меню спец возможности если кому интересно читать не буду очень много кстати он что-то там это я поставил самый последний пункт диспетчер недавних недавних задач о господи боже мой чё только нет тут блин подключите от игры то есть чтобы от игры подключать сюда что-то вставлять да и потом флешку мышку клавиатуру нужно пунктик включать в общем-то это примочка как я понимаю в десятом дроиде почти у всех резервная копия перезагрузка но если вы хотите сброс сделать то вам сюда далее обновление программного обеспечения даже вот так рассказать все может так о смартфоне подтверждаем что 10 дроид так управление приложениями список приложений у каждого из них можно разрешение переделать это настройка приложений по умолчанию это разрешение я отдельно наоборот это приложение с автозапуском настраивается кому из них можно разрешить настраиваться а это поверх других приложений то есть полный максимум я больше настроек наверное нафиг и не видел приложение с возможностью дублирования учетных записей ну или клонирование пространство для игр которое позволяет во время игр просматривать fps нагрузку на цп нагрузку на видео ядро и так далее разделение экрана можно делать тремя пальцами кроме того вида который я уже показывал из запущенных сейчас вот так тыс опа все изменилось ну-ка так все поменялось что-то я понатыкал теперь у меня здесь нету разделение экрана значит теперь только пальцами разделить экран так может я тут как раз виноват ну-ка точно когда здесь включена тогда и здесь тоже доступно ну и пользователи аккаунты и гугловский собственный пакетик все далее штатная камера портрет с размытием всего вокруг нет это большой вокруг одного объекта вот вокруг него все сразу немножко таким мыльным становится объект фокусе есть режим про есть google lens в про у нас даже фокус по моему меняется ручками да вот пожалуйста можно фокус двигать вручную что тоже прикольно для дешевого аппарата это как бы не часто так видео у нас 1080 только максимум у нас видео вот еще 80 на 30 кадров в секунду и есть кодировка 264 265 265 более прогрессивная как я понимаю с ней качество видео будет немножечко получше есть водяные знаки прямо в видео что необычно у меня еще ни в одном аппарате водяные знаки но то есть название аппарата там и так далее не видно было просто хоть убейте меня так тут где то есть чем макро глазок вот который позволяет снимать более короткого расстояния вот пожалуйста да но разрешение всего 2 мегапикселя так что толку от него не густецко ой фронталку забыли посмотреть так макро закрываем разворот на фронталочку но я думаю вы видите что для дешевого аппарата может и неплохо но в результате получится не супер но для дешевого еще раз напоминаю очень хорошо просто я почему-то сравнивать с теми аппаратами вас которых пишу например да они извините в два с лишним раза дороже поэтому для 10 тысяч я думаю очень даже неплохо примеры фото и видео на канале если сейчас еще не опубликованы значит скоро опубликуются так это у нас google камера с ее наворотами и примочками есть замедление 3d панорама ускорение ну в общем как туда поэтому мое мнение что фото видео возможности аппарата уже нет фото возможности уже раскрыты прикольно баланс белого на высоте четкость ну более-менее видео возможности по моему производитель должен еще допилить это лично мое мнение звонил очка тоже такая своеобразненькая так это не туда вот то есть избранные отдельным блоком дальше пошли все в перемешку зато в настройках куча настроек даже визитные карточки распознавать умеет ну и в общем наворотов до дури если вам будет нужен более подробный обзор какого-то именно раздела меню вы мне об этом скажите я лично для вас специально сделаю выложу как всегда на втором канале поскольку мало кому и нужные видео у меня все на втором канале или видео которые я не уверен что нужны на первом канале так камеры есть и то есть диктофон ну поверьте очень хорошо разговорный динамик такой же как и медийный поэтому при разговоре слышно человека идеально ну просто по-другому быть не может если этот может орать так же как этот звук я вам показывал громкость дай боже так второго микрофона для шумоподавления нет сканер отпечатка работает мгновенно type-c заглушка это я закрыл изначально она без заглушки но я рекомендую для того чтобы грязь не копилось купить такую резиновую заглушку они у меня есть на канале на али они везде есть отверстие динамика отверстие микрофона порт под наушники гарнитуру и ну или внешний микрофон full hd это 720 точек пишет шторки у нас все уведомления есть которые почему-то теперь не у всех смартфонах смартфонов сверху есть так что еще могу сказать какие-то специфические приложения это солуп какой-то мелодии создавать оппо сервис ну как ярлык я бы сказал связь с поддержкой это ну в общем наверное особо интересного ты наверное не осталось ну да все остальное либо мура либо я уже удалил либо как компас работала изначально неверно сейчас кстати выровнялся кто смотрел мои старые видео наверное помнит меня север он показывал сюда теперь он показывает куда надо то есть им реально надо было покрутить откалибровать его игровое пространство и диспетчер телефона такой же как у того аппарата но еще у некоторых здесь у нас есть антивирус разрешение или запрещение доступа к личным данным управление автозапуском еще один выход ну защита платежей кстати да каждый раз когда вы входите в какую-то зону где возможна оплата у вас сразу появляется сверху значок защита платежей и смартфон максимально точно проверяет все ссылки которые вы пытаетесь открыть все переходы и так далее то есть антивирусная система тут капец просто все максимально защищено ну и вот коротенькая информация смартфоне и возможность запустить проверку смартфона на вирусы прямо здесь что у нас также есть вот как то так на этом наверное все кнопка заблокировать экран прямо в системе и разблокировка двойным нажатием все максимально все четко максимально понятно никаких лишних прибамбасов как у операционки от сяоми короче этот аппарат мне нравится намного больше чем все творения сяоми жалко не умеет писать видео хорошо а то я бы оставил его себе ну а так с него еще выйдет видео фото видео примеров но может быть даже одновременно с публикация этого видео с него только что вот был снят игра тест он тоже скоро выйдет значит для вас он выйдет раньше чем видео обзор данного аппарата сразу замечу что вот с этим вот ресивером на беспроводным он работает только в медленном режиме то есть 5 вольт 2 ампера максимум то есть не более 10 ватт хоть убейтесь хотя чаще всего идет 5 вольт и полтора ампера то есть это семь с половиной ватт более он не берет ни от одной моей зарядки дело в нем или в зарядках или в ресивере я не знаю но через этот ресивер некоторые смартфоны у меня свободно берут 9 вольт полтора ампера это уже извините 14 или 15 ватт поэтому вряд ли дело в ресивере скорее всего просто много не хочет мое первичное мнение об аппарате просто офигенно жалко камеры ну в общем то чужелеть они соответствуют своему ценнику баланс белого в камеру так вообще шикарный могут позавидовать многие более дорогие аппараты на этом деле все надеюсь я спокойненько понятненько объяснил все что я думаю про данный аппарат и в общем всем спасибо всем пока это был латуха и запись шла на viva z по моему 5 если я уже не путаю аппарат у нас а 53 10000 всего в магазине всем пока